Вы увидите счастливого ребенка и травмированного ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я вам про это сейчас еще скажу, очень интересная вещь про есть и пропить. Бывает так, когда человек, ну есть алекситимия, есть такой диагноз, это когда человек нечувствительный, он не чувствует себя, не чувствует других, не разбирается в эмоциях. А есть просто люди немножко равнодушные без этого диагноза, но это то же самое, когда вы почувствовали раздражение, вы еще не знаете из-за чего, вы просто почему-то раздражены, почему-то вам кажется, что люди в автобусе так громко разговаривают, или кто-то вас толкнул в метро, вы бы раньше этого не заметили, а сейчас вы бы почему-то заметили. И здесь вы себя сразу спрашиваете, чего я хочу, что со мной не так. И вы даже сразу не ответите, можете не ответить, я хочу есть или хочу пить, или я хочу посидеть. То есть это называется эмоциональный интеллект, который нужно нам с вами в себе развивать. Сейчас это модно, сейчас это как-то достаточно известно, и много об этом говорят, об эмоциональном интеллекте. Еще внутренний ребенок это наше ресурсное состояние для нас, для взрослых. Если ребенок несчастный, то что? У нас нет мотивации, у нас нет ресурсов, у нас нет сил, ни физических, ни внушений. Если ребенка любили в детстве, его оберегали, уважали, поддерживали, заботились, то его ребенок счастливый, его внутренний ребенок. То есть если живого ребенка, когда вы были в детстве, если вас любили и оберегали, то вы, ваш внутренний ребенок, он счастливый. И сейчас мы, Сергей Евгеньевич, вы можете мне написать, давайте сейчас попробуем озвучить, счастливый ребенок, он какой? Например, энергичный, прям набрасывайте еще. Какой он бывает? Радостный. С горячими глазами. Веселый. Радостный. Веселый. Блесащими глазами. Открытый. Открытый. Спокойный. Доверчивый. Доверчивый. Спокойный. Спокойный. Ну, про спокойный не совсем может быть сюда, потому что он шабутной, счастливый, он шабутной. Он принимающий и отдающий. Вот это самое главное. Когда вы хорошо знаете, как дети безвозмездно отдают свою любовь. Просто как животные. И так же принимают ее. И еще интерес. Когда вы сегодня шли на лекцию, скажите, пожалуйста, кто смелый, какая часть вас привела сюда, на лекцию? То есть ребенок это про хочу, взрослый это зачем, взрослый это про то, что узнают какие-то новые знания, и родители, как, как научить меня чему-то новому. Какая часть вас привела сюда? Как, наверное. Так, да, хорошо, замечательно. Творчество, 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 творчество это про ребенка, конечно. Травмированный внутренний ребенок. Это, возможно, нежеланный ребенок, которому не хватило любви, принятия, работы от близких или значимых людей. Его не принимали по личности, его потребности и чувства подавлялись и игнорировались. Его не видели и не слышали его желания. Он испытывает страх тревогу, боится быть ненужным, отверженным и тежным. Он постоянно чувствует вину и обиду. Страх критики не позволяет ему творить и быть открытым. У него много запретов, в том числе и на чувства. И когда вы последнюю фотографию видели, здесь ребенок уже внутри себя. У него слезы уже не вытекают, они уже стоят. То есть это уже следующий этап, когда ребенок уже уходит в себя. У него потеряно полностью доверие к миру. Так, и давайте попробуем перечислить, какой травмированный ребенок, он какой. Несчастный. Поксилый. Поксилый. Замкнутый. Замкнутый. Недоверчивый. Недоверчивый. Да, он потерял доверие к миру. Одинокий. Т Anaфин. И брошенный. И из пудурной. И из пудурной. Спасибо.